а то у девчонок беру-беру интервью у тебя еще ни разу не взяла расскажи только правду твои ваши впечатления от внуков ну да ну почему рано ладно расскажи первые впечатления что она говорит паприка же здорово выросла и грудат паприка здорово выросла ну да смотри там комары тебя все облепили сейчас она придет сказала подождать но расскажи какие у тебя впечатления только вот давай всю правду матку скажи правду тебе стыдно в магазине когда они как дикие орут но все-таки они немножко по-другому себя ведут чем русские дети русские дети более такие не то что сдержанные послушные послушные нет и тоже послушные и они мне нравится что они такие свободны и они говорят все что все что думают и делают как-то так свободно то что делают думают наши дети ведут себя может быть немножко более скованно более культурно более культурно потому что но и много запрещается но чаще всего им больше запрещается разрешается вот а эти дети как-то чувствуются но ощущая что они были так свободны ну да они свободно могут орать вот и комарики они же не кричат что-то там такое и не ведут себя как-то да не кричат по-корейски поэтому никто не понимает по детски просто по детски как все дети могут закапризничать но мне нравится что они вижу собой умеют договориться хорошо между собой договариваются иногда они конечно ссорятся но это как все дети вот в общем то мне нравится как старшая ухаживать за младшей терпеливо ее может учить чему-то ладно нравится все понятно что вот вот прям вот что-то вот не нравится чтобы нет у меня такого чтобы не что-то не но что-то раздражает же дети обязаны раздражать иначе это не дети а понятно короче короче они только меня раздражают нет поэтому это самое они ведут себя как дети и как подобает детям но мне кажется софья все-таки нагловато интересный очень нравится что очень интересный очень любознательные ты что снимаешь комаров как нам не бьешь но мне жалко брать интервью когда эти комары жрут не знаю мне очень нравится и очень это единственное что у меня постоянно болит душа о том что не те условия которые условия ей не могу предоставить таких слове как им предоставлено их стране дома вот и питание другое и это ну здесь совсем все по-другому и такой опыт тоже нужно конечно нет очень интересный опыт смотреть мне еще нравится что они такие огородники что и действительно садика чуть не из годика приучена выращивать сети не знаете название не знаете тропинки они знают как все прорастает для них ничего неудивительно да они в школе и в садике все это выращивание прекрасные помощницы и лук собрать и чеснок по чеснок чести как растет капуста есть они не ходят не носов я все-таки нагловато неужели она только меня бесит она нагловато она считает что согласно возраста да у нее какие-то свои другие сейчас потребности и другой немножко характер и она эту самую постоянно малую под этого и подтрунивая не не постоянно это иногда бывает даже дети есть дети иногда бывает часто хочется чтобы она может быть что-то попищала чтобы повеселее было ну а так она ее много учит вот такие перцы всем довольны мне нравится что они такие ботаники ботаники ну чья кровь то и даже чьи гены то даже оценили мою паприку паприку сказали паприка здорово растет причем Ангелуша сказала что паприка здорово растет ну такой паприки в Корее точно нет вот знаешь у нас какая-то вот она вот такая вот такая вот такой формы вот такого размера а вот это конечно уже прям совсем огромная но это прям вообще это ооо нет такой я у нас точно не видел сорт клаудио и он вырастает еще крупнее и он поспит и он в зрелой спел а он еще и будет цвет менять да ооо я думала это зеленый просто а он далее по поводу колорадских жук он безобидный но он же мерзкий ужасно он на картошке поехали копать там и много-много такие жуков на картошке а ты чё соня где сливу сорвала скажу бабы в магазине сорвали сливу такую фрукты фрукты очень вкусные как на даче растут так в магазинах продают мы покупали blue berry голубику и черешню стоит все это в десятки раз дешевле чем в корее и это все очень вкусно супер супер фрукты супер ну лето понятно лето он говорит не сдох он притворился что сдох она хочет посадить тебе сливу хочешь ну попробуй легкой то руки может и вырастут будешь и будешь включать здесь кей-поп музыку все уже поздно вот тут есть сливы у мамы но они как-то мелковатые и мама говорит что они не особо едабельны хотя на вид на вид симпатичный еще не ходили вот сейчас пойдем до калераби я показывала еще в первый день да это вот мы в корее покупаем любимые и дим муж у меня ее есть хорошо софьян папа вот здесь нас еды китом не особо